Окончить вуз дело непростое. Еще сложнее после этого устроиться на работу. Ярмарка вакансий помогает молодым специалистам и всем безработным найти рабочее место. Наши корреспонденты задались вопросом, какие профессии на сегодня востребованы и есть ли среди них врачи и педагоги. Одними из самых востребованных профессий на сегодняшний день являются сварщики, строители, парикмахеры и швеи. Но мы решили выяснить, насколько востребованы сегодня врачи и учителя. Ведь именно об их нехватке мы слышим чаще всего. И сразу же выясняем, что вакансий на такие профессии, как, например, учитель и врач, на сегодняшней ярмарке нет. С профессией преподавателя предложили лишь идти работать менеджером. Врачам же повезло чуть больше. В них нуждается одна из частных клиник. Она единственная, кто сегодня предлагал работу медикам. Люди зачастую обращаются по поводу трудоустройства. В основном это незанятые или же молодежь, выпускники высших учебных заведений областного центра. Чтобы решить данную проблему, мы тесно сотрудничаем с оператором данной программы в лице отдела занятости социальных программ города Уральска. Организовываем единые дни приема граждан. Основная наша задача – это протянуть руку помощи нуждающимся по вопросам трудоустройства, чтобы люди, как говорится, не упали на дно жизни. При этом для молодых специалистов организовывается полугодовая практика. Только проходить ее те же выпускники медвузов зачастую не хотят сами. Вот и получается дефицит медперсонала. Не можем найти тот же самый средний медицинский персонал. То есть медицинские острые. То есть не идут они? Их нет к нам, не обращаются? Для молодежи, которые закончили учебные заведения, у нас есть молодежная практика. Она у нас работает по заявкам предприятий. То есть предприятия дают заявки по определенным специальностям. И мы, значит, согласно их заявок отправляем к ним людей сроком на 6 месяцев. Они работают. Зарплата идет за счет средств бюджета. Все эти 6 месяцев. В этот период он засчитывается стаж работы. Что касается педагогов, в отделе занятости поясняют, как только школа дает заявку, учителей сразу набирает. И поэтому на ярмарке эта вакансия редко встречается. Марина Горбук, Даурия Наутаев и Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова